Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 26 выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске вынес предметы санитара по квесту «Коллеги, часть 2», добил диких из 12-го калибра по квесту «Путёвка в санаторий, часть 1», заглянул в лазурку, выполнив квест «Кабинет химии», затем пометил дорогу и вертолёт по квесту «Путёвка в санаторий, часть 2», сходил диким на берег, чтобы принести недостающий отбеливатель для закрытия квеста «Путёвка в санаторий, часть 3», и по путёвке в санаторий, часть 4, нашёл генераторы в восточном и западном крыльях, выполнив очередное задание от миротворца. Пашандил, Иван, Эдуард, Мистер Горка, Павел, привет Россоши, за Юсека гонял, там всё то же самое, кроме стартового снаряжения. Рил Нью Он, стримов на Твиче не будет, я стримлю на нашем Троу-канале время от времени. Вазап, попробую, но обещать не буду, если он мне где-то помешает, то я вольну его при случае. В общем, по квестам основным, хочу сделать быстро путёвку в санаторий, часть 5, мне необходимо только ключ в бункере найти, не то что найти, а забрать его просто и выйти с локацией. Очень надеюсь, что я заспавню здесь в районе маяка, забегу туда и вернусь быстро на маяк. Сегодня хочу ещё заглянуть в секту, часть 2, в лесу надо будет пометить 2 места ритуала, 2 меченых круга. Ленд-лист, часть 1, я хочу попробовать вынести из леса контроллер и ещё из леса гироскоп, если получится. И также с пометкой у меня есть квест осведомлён, значит вооружён, мне нужно Wi-Fi камеру ещё установить в районе лесопилки внизу. По оперативным задачам только один дейли-квест я, пожалуй, сегодня попытаюсь сделать попутно, мне надо найти один шприц с адреналином, если его сдам, то получу этот небольшие бонусы, так сказать. Начали он за чуваком на бережок днём, страховать тут ничего не надо, уже всё страховано, что мне нужно было? Поехали, давай пробуйте. Какой бы спавн у меня ни был, мне нужно будет на задворке санатория забуриться, там есть бункер возле танка, где скала с двумя снайперами. В этом бункере на стульчике лежит ключик, ждёт меня грустный, надо его зацепить, вынести с локации и потом отправимся в лес. Упачки. Это я где, это я на маяке прям заспавлился. Во, вот это вот мне нравится, такая возня. Ну, значит, прямиком вдоль этого бетонного забора, через два ящика. Единственное, кто мне тут могут угрожать, если человек, их как их фамилия, из диких. Так это только ребята здесь, на ящах. И два снайпера там наверху на стола. Два чувака, как колобесины же, ходят где попало. Так что ушки на макушке. Всё, я приплыл. Почти. Ох, мать. Ничего себе у вас тут подгончики. Слип нулёвый нашёл. Диких на скале не вижу, но они могут быть там, на той стороне. Аккуратненько так. Пребывать мирно. Возможно, как раз я сейчас туда подойду, и они подвалят. И на той стороне спаун. С которого обычно тоже этих диких смотрят. О, врач, тишина. Давай, тянуть не буду, сразу попробую сделать. Вот он, ключ. Так вот. Синевантаровский шлем. Частенько тоже по дейликам у меня спрашивают торговцы. Поэтому его я тоже зацеплю. Причина не будет. Всё, и той же торпинкой. В обратном направлении давно. Сейчас тайника гляну ещё раз снайперов. Как на скале. Думаю, там уже дикие сейчас подспавнились как раз. Блин, жалко. Ну как раз десяток патронов им туда залить, да? Ну, обычно, если они спавнятся, то сразу. Либо ждать вторую партию, когда с шелоботами подгружают ещё диких. Если сейчас на ящиках никого не будет, то я на грузовик ещё загляну. Хотя, по-моему, пробежка мне пофиг. Мне же ключ вынести надо, да? Не, не буду на грузовик тогда. Я лучше пойду в лесу погуляюсь. А то народ уже начинает жаловаться на то, что побережье, побережье одно. А я предупреждал, что доберусь до миротворца. Будет берегов очень много. Чередо нём немножко отдохнём от берега сегодня. Если сейчас выйду. Там шпионит. Под этой тоже любитель есть. Ну что, нормально. Пошли домой. Вот на такой рейд я примерно и рассчитывал. Тут было сюда и дома. 7 с половиной минут ни одного убийства не было совершено. Ни один дикий чувак алибо страдал. Я в том числе. Кто-то говорил мне, что обязательно 10 минут надо в рейде просидеть. Нет, это неправда. Отлетает путёвка в санаторий, часть пятая. Ключ забрал. Можем закрывать квест. И открывается шестой. Грейтворк говорит. Путёвка в санаторий, шестая часть, изи-бизи. Тут надо 8 тысяч долларов ему только передать. Долларов у меня 26 почти кусков. Так что это не проблема. И автоматом сразу закрываем путёвка в санаторий, часть шестая. Путёвка в санаторий, часть седьмая. Здесь нам необходимо передать гуру предметов. И всё это у меня уже готово. Значит путёвка в санаторий, седьмая у меня тоже. Ой, слушай, у меня морфий-то есть оказывается лишний. Значит мы ещё и дейлик сейчас тогда закроем. А, адреналин, господи, я почему-то морфий думаю. Ну всё, вот тебе и путёвки в санаторий все практически закрыты. Поехали дальше. Груз Х, часть первая, выдаёт у меня квест. Найти записи о грузе в компуктерном зале возле крыла, восточного крыла санатория. Понятно. Но это опять в санаторий надо будет бегать и по мокрым делам в том числе. Убить диких на берегу используем 4А1 или АДАР с глушителем. Десять диких, это мокрое дело, часть первая. Две Wi-Fi камеры, кстати, да, с которыми надо. Как бы намекает, и Дениса, делай мокрое дело. Ну ладно, у нас и так уже три или четыре выпуска на берегу. Wi-Fi камеру взял, два маяка взял, деньги на выход, если что, взял. За B14 ключ имеется. Всё, я готов идти в лес. Поглядим опять же, что у нас будет по спавну. Мне надо будет забуриться в затопленную, получается, затопленную хутор. Там один круг есть. Потом вернуться, где возле лесопилки есть второй круг. И там же под лесопилкой внизу. В общем, мне придётся зачищать, скорее всего, лесопилку, чтобы спокойно там всё это дело заложить. А также внутрь мне по-любому на серый крытый ангар надо будет спускаться. Так что, да, мне придётся всё зачищать там. Ну ничего, зато если повезёт, может ещё и Мосинку покачаем. Точнее, владения снайперскими. Так, прям за коттеджами, да? Спасибо. Спасибо, спасибо. Значит, направо двиганул в первую очередь. А у меня выходы, походу, на ВСРФ и прочее. Дичь, да? Блин, нет. Да, окраина. Ой, ёлки, через всю карту придётся мне шататься в таком случае. Ну давай через правую сторону тогда выскочим там, на той стороне. Обойдём, получается, пункт питания и прочие прелести. Чтоб никто не видел. БТ-шки. Надо брать. Сейчас пока дойду до места нужного. Килограмм сорок опять буду. Живого веса. Или не дойду. Майонез. Отказываюсь от майонеза. Зараза. Прям передо мной засплавнулся. Пошумели. Всем рассказали, что тут весело. Наверное, я через тайники пойду. Не пойду. Хотя, подожди, мне же наоборот в деревню-то надо аккуратно в эту сторону. Эх, россыпи-то я не взял с собой СП этих 9-18. А вот с Макара вытряхнем. Например. Был бы укрепить, я бы лучше с Мосинку, потому он бы шлёпал. Надо прокачать этот навык, задолбал он уже. Как-нибудь взять и упороться, и целый выпуск ходит просто с болтовкой, чисто за дикими, да? Какой-нибудь дейлик, типа, будет у меня? Тогда я оторвусь. Или с выходами из какой-нибудь локации. Например, лес тут удобно выходить через эту машину. Достанет твоё время однажды. А чё у меня там, если так посмотреть, интересно? Четвёртый. А, не здесь смотрю. Молодец. Семнадцать, ё-моё. Чуть больше половины у меня прокачано. Так, необходимого количества. Семнадцать из тридцати. Ну, ничего. По деревне можем спокойно передвигаться, не опасаясь диких, ЧВК, да? Но диких тут уже нет. Почему они не спавнятся здесь? Вот это тоже интересный вопрос. Почему не спавнятся на старом депо? Всю жизнь там были дикие. Выходы тут никакие. Ничего вроде не меняли. Так, а где тут меченка? Чуть дальше, да? Пока без лутания, чтобы спокойно, налегке двигаться. Там на той стороне, ближе к выходу, полутаемся. Если что, останется там лутаться. Пошла первая меченка. Ворону забираем. Так, как бы мне сделать? Хотя мне по-любому надо пруд обходить. Ну, вот тебе и еды, и питья тут. Используем молоко. Молоко. А вот на пункте питания там диких предостаточно. А там, возможно, если постреляем у кого-нибудь. Чуть правее надо. Да ты что, серьезно? Я же... Понял, понял. Все, не базарю. Пострелял диких. Я же, блин, е-мое. Я же не на выход. Разогнали кровь по живым. Молодцы. Вон он, упыль. Е-мое. Давай, мочи их. Твай. А куда сгинул? Надеюсь, Тарков мне простит такую дерзость. Но диких я попробую с болтовки просто помурыжить. Какое-нибудь бы у меня укрытие, чтобы, если что, чик-чик делать. Чик. Чик. В таких ситуевинах, честно говоря, я бы вообще вот прикуснял бы. Но у меня там... Мушки нет. Че, так больно попал, что ли? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ну-ка, ну-ка. Вообще, вот эта машинка неплохо используется, как укрытие какое-нибудь. Где-то базарил еще один тут. Сейчас на открытую выйдут, как пигдать начнется стрельба, да? Ну-ка. Это на совсем крайний случай какой-нибудь... ...владяло. Не хотят идти в мою сторону. Значит, моя сторона к ним пойдет. Ну, че ж ты мне не дал-то пофармить немножко, а? Навык владения. А, вон он уже. Думал, послышалось. Что дела, братья у меня? Блин, я ж по ногам-то попал специально. Как-то не бегал шутка. Вон он штука! Вон, вон, вон он, штука! Ах ты хер ебучий! Урод! Хуярь, медведя! Попал? Попал. После этого выстрела я тебе какой-то опасный был. О, вот так навык владения потихонечку и будем прокачивать, да? Делая параллельно другие квестики. По возможности. Уроду. Уроду. А я сейчас же в бункере спущусь, сто пудово подвалят еще пацанчики, да? Уже. Слушай, а дикий ли это? Пишина, окей. Слушай, а дикий ли это? 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 Четыре релехи. Слушай, а дикий ли это? Слушай, а дикий ли это? Ага, тут уже проковыряли все. Это что за сюрприз? Это не наживка случайно какая? Усек, который просто умер. Просто умер. Что случилось? Может вылетел или вышел? Почему так произошел? Он взял МПХ и потрою. А ведь они разве подходят сюда на галюку? Слушай, а мне юсековский жетончик не помешает так-то. Может в баню этого льва, а? Красивый и могучий, конечно. Дожил до твоего момента. Не, он им подходит же. Хе-хе-хе. Нормально. 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 Кто-то обрадуется, кто льва набит. А вон еще пушка. О-о-о, ребята, да тут кого-то раскидали походу. Ага, точняк. Хе-хе. Ну шо, простите, пацаны. И сатакой. Так, а моя бронеразгрузка-то не застрахована? Ну так вот. Вот так вот. А вот и МПХ. Вот откуда магазины, да, росли. Блин, интересный МПХ. Я б забрал. Он так его не заберет у меня. Все-все впитал. А где пушка-то? А вот он. Наелся. До отвалу. Нашел раскидыши. Значит план таков. Метим. Забираем в машине здесь предмет квестовый. Осматриваем лесопилку. Если тишина, то спускаюсь. Если там будут заводские, то и светло-озерские, то пожалуй я спускаться не буду. Пойду постараюсь выйти просто из рейда. И запущусь еще разок. Не вижу никого. А нет, это пенек. Нет, на самом упоротом месте я пожалуй не буду перебегать. Где покороче путь перебежки получится. Хотя мне в любом случае туда надо спуститься. Мне же в машине надо забрать эту штуку. На переднем сиденье она там лежит. Да нет там никого по-моему. Ну это прям превью сейчас было, да? Забрали контроллер. К меченке подхожу. Крысалу есть. Можно было бы ее сюда сразу. Давай одним глазком что ли. Крысалу есть. По ощущениям тут все тихо. Сюда мешок скину. Крысалу есть. Крысалу есть. Не вижу никого. Хорошо. Хорошо. Если получится. Нет, не получится. Плохо посмотрел. Валить надо. Пошел ты в баню не кидай. Нет, нет, нет. Вашу Машу. Не вижу никого. О, ядрен батон. Я свалил оттуда. Блин, у меня мосенькая коса за спиной была. Я что-то запаниковал. Ох, мать. Ох, мать. Ох, мать. Ох, мать. Как это? На палатках что ли? Точно. Вожак этой стаи остался. Я слышу его. Слева крадется. Вожак. 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 Вожак бежит. Ладно. Да ё-моё, тут их, как бы они придумывали-то. Ну шо это как в этом бандуре царится? Я думаю, я знаю, где он сидит обычно, под бревнями не. Ну хотя бы он один остался, это уже интересно. Ё-моё, как бы сделать так грамотно, чтоб не облажаться? Какой за мест тут интересный? Где ты, где ты? Да. 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 ладно давай пробовать туда во время я остановился убил попал точно с богом и ты теперь агриной короче с калашом левый коронный правый похоронный ах ты ебагла где он не хороший вы блять человек это дикий обычный или он бомжанул у него он бомжанул у него калаш по ходу прикинь или кто по мне стрелял нет калаш на месте так есть контакт забрал блин у меня 6 минут ёкар сито так так отмена короче операции отмена операции всего лута а почему оружие не меняет сам не никогда короче пошел я тебе блины капец я на время вообще забыл смотреть в таком замесе пофиг вообще ничего не замечаешь нет нет никого правильно иду да я правильно 14 ворота но я иду на окраины успеваю вроде четыре с половиной минуты сильного перевеса нет там уже диких нет а что если здесь никто не подсекает то выйду спокойно да прикольно прикольно замесились ключ штурмана главное выдерну я не помню у меня есть ключ штурмана или нет вот для меня тут самый ценный вот это ключ его но что он потребуется мне потом егер и короче по квесту на радостях все поскидываем там гора просто лута там осталось все тут уже более не безопасно ну и было у меня еще пожалуй пару минут на то чтобы лутонуться а если б я лутонулся я бы был очень тяжелым убежал бы гораздо медленнее я думаю что я правильно решил что пошел на выход я не обращал внимание на время вот это да ху блин вот тебе и рейд 37 минут потребовалось на все это дело 10 тысяч опыта но опыта конечно отваливают добрый добрый когда свиту это разваливаешь прочность кедра примерно 90 91 и 1 из 100 и он уже дает осечки или может быть это от патрона зависело поэтому мне не повезло ну хотя бы успел убил до того как осечка но одни из самых опасных предметов я все-таки вынес по ленд-лизу первому влез мне больше не надо будет по этому квесту идти мне только на берегу остается один на улице и два там в помещении в санке забрать осведомлен значит вооружен я вай-фай камеру так и не заложил сейчас пойду закладывать эту камеру и по какому квесту там по миротворцу по моему секта до секта 2 до только таможня осталось кстати ремингтон в качестве болтовой винтовки на 80-х патронах я в любом случае буду охотиться в основном на диких скорее всего тут такой простенький это по квесту который выдан можно было бы кстати глушитель поменять да бог с ним я поменял оптику на ту в которой меняется кратность где она так 30 вот она и плюс магазин большой поставил на 10 патронов можно докидывать сверху патроны как на мосики так что навык будет прокачиваться кедр сейчас вывез на ближней дистанции поэтому я снова беру кедр несколько магазинов и россыпи с собой беру целях нареть только вай-фай камеру зафиксировать надо и закладывать именно внизу лесопилки возле прям водоема на досках там очень открытая такая позиция она как раз на перебежки вдоль берега так что опасно будет и с одной и с другой стороны будем посмотреть где будет спаун слушать что будет происходить на лесопилки и либо под шумок либо убедившись там чего не угрожает буду спускаться вниз только заложить вай-фай камеру надо все больше ничего не надо ну и диких по возможности по пути где-нибудь покошмарить вот и все планы чакалака так забы 14 опять в той степи у меня выход ну и как бы не совсем-то и плохо правда тайминг поганые получается все поесть попить пострелять все имеется у хороший повод заглянуть час на палатки на заглядить фигисеков возможно что у меня встречка тут будет наглую неосмотрительно по турции так 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 всякая хирургия тут имеется вот то что мне надо нет 5 норка мне надо перебегать а там весело пасуны сейчас либо кому-то упростим жизнь либо попортим либо сами сгинем вай-фай камеру я в любом случае буду пытаться заложить все так вот и они мы жмите и то вот вот Сушняк за... А, у меня есть сушняк, всё нормально. Блин, там стрельба в неудобном месте. Это как раз за скалой там, господа, видимо. А можно договориться попробовать с ними, слушай? Ха-ха. Вот эти вот все махинации, с тем, чтобы дотянуться до цепочки. Так, ну ладно, давай высматривать тогда их будем, что ли. Так, тут и кантор ещё шпилит. На КПП прям. Сейчас будем пробовать что-нибудь делать. Ну что, очевидно то, что там есть Светлоозёрские. И очевидно, что ЧВК будут кружить. А вон, я вижу, по-моему, кого-то. ЧВК, скорее всего, будут кружить вокруг свита, чтобы попытаться выбить её. Блин, тут бывают ещё такие... Артефакты. Непонятно, это какой-то... Подходишь к нему, а он исчезает. И непонятно потом, что это было, текстура или... Просто баг какой-то. Это на самом деле, что-то увидел там. Вот так. Вот так. Ну да. Вот так. Вот так. Так. И тут. Вот так. стреляют господа стреляют не очень удобная здесь честно скажу перебежка как я считаю я бы лучше где-нибудь справа что ли отбежал бы стороны времянки вполне вероятно что у них прикрытие со скалы и он увидит эту перебежку мою час надо пробовать тут позиция удобственная просто за этим камнем деревьями стреляться с этими светлоозерскими даже несмотря на то что у него радиус сейчас гораздо больше обитания босса этого свиты ну че пробуем пробуем смотреть очень аккуратненько пошел красавец на разведку точнее не послышалось а кого-то слышал или это пули ложатся блики отъехавши уже сто процентов там на скале ну че господа рюкзачок куда-нибудь кто-то сглушенного этого дробовика стрельнул епона мать неужели это инфа по мне пришла он меня ищет тебе пришли говорит трое двое с носилками один с топором ага под этой елкой наверное я скину м-700 точно меня кто-то выпас просто ну да двенадцатая бронебойная ампуля а п 20 схлопотал диса теперь без кошек мышек налегке по-быстренькому даже мешок брать не буду чтобы нет самое не мешался он мне быстренько сразу спускаться буду вниз где самая закладка и оттуда уже побегу на выход прямиком 1320 автомат на не буду наверное его страховать он уже там разбитый в хлам потеряю так потеряю да вообще ничего не буду страховать налегке пойду короче задача тоже надо спускаться вниз от лесопилки к воде и закладывать вай-фай камеру все больше ничего не надо от этого леса по крайней мере пока ну не дурной такой спам мне надо будет сейчас тогда обойти все это дело я не так уж и далеко если там возня сразу начнется то не дадут мне снова заложить а если нет то шансы неплохие будут так что лутаться бум не будем а мешка нет все нормально обхожу тогда все это прям по краю что берега по краю карта выход у меня на той стороне но в ср возможно он работает если работает у меня просто вот вдоль берега вот так вот и вон там выход за этими камнями вон там примерно пизи-пизи казалось бы но это самые открытые такие места особенно вот эта перебежка где мне как раз и надо маскировать эту камеру как раз там и стрельба на развязки тоже такое местечко если честно опасенская но туда хотя бы добраться и засесть можно самое безопасное это на на таможне закладывать там вообще пофиг влёг в куст заложил там хоть на тебя наступят не пойму что там человек лежит там такие кустики пышные ладно мне нравится да сразу же попытка не пытка как вот это вот закладывать если заложил все можно хоть к черту на рога смерть не страшно когда я предлагаю на скалу забрать у него болтовку если там болтовка пойти в деревню через деревню выйти просто вроде бы работает все на словах да не пойду на срф я злой страшный сервок жмите и мочите всех опа снайпер это вроде как св-98 до шлепнул стрельба там блин да близко короче пацаны я подхожу забираю болтовку и свальбую ну-ка покажи-ка что там у тебя что такое везде блюда стрельба шкура цела у кого шкура цела у кого ну-ка в это серьезно спасибо выносливо скончился там кто-то режимы огня что ли клаца это не режим а слышу да его он тут где-то и и и и и у меня такое ощущение что он где-то в районе где снайпер на скале это никого да ты понял в текстуре какой застрял что ли что где дикий снайпер больше не играет странно ну и зря у меня на тебя были расчеты вообще не очень хороший вариант ходить по тропинкам диких да да Играет музыка. МЧС я, очевидно, профукал, но, скорее всего, привлёк внимание туда товарищей, которые, возможно, где-то тут трутся. Пошли на ВСРФ тогда. Посмотрю там попутно, если получится на МЧС, какие-нибудь звёздочки или бупрофен, что занимает одну там ячейку. Чтобы варить, а варить-то я не умею, нифига, ещё у меня медблок же. А может, я в тальмоскоп найду? Это тут как раз на сопке была возя. Стружались, пацаны, хотя они, скорее всего, уже и золотали МЧС, без сомнений. Пацаны, я с вами. А ты, кепка, ёбаная! Ещё эти. Рызата, козёлы, нахрен вылезай! Чё ты забыл на нашей земле? Чё ты? Чё ты? Чё ты? Цензура не позволила дальше ничего сказать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Не, надо выходить из Таркова, у меня уже галюны. У этого тоже ПС. Здраво, Фути. О, кровища кругом. Как-то вот первые выстрелы были, а потом вот где замесились. Интересно, даже выглядит не лот, мы слышали. А по тщательно заберу. О, красавчик заберу. Ох, селедка с молотом, или что я там схвал? Вот это будет битва в организме. Странно забежали и что-то убежали. Даже ничего не взяли. Бачок потих у кого-то. Его-то и накрыли дикие, походу, да? О, и бупрофен. Как раз пока он лутался, его кто-то... О, автомат имеет он. А его дикий. Мстислав прикол завалил. Так, брат, бывает. Торганул лицом налево-направо и пролетело. Торганул лицом. Все, навел порядок в мешке. Ууу, на БТшках. Да, я вот так вот сделаю просто, да и все. Сюда-сюда. Так, БТ. О, слушай, а можно и МКшку его из-за этого, да? Собирать. Ну вот, и ты говоришь, не лутайся, не лутайся, иди на выход. Дал добра сколько? Глюкос. 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 Там все равно брать особо нечего с этого калаша. Он просто новый. Он будет приятный, если он вернется. Глюкос. А, все, дальше он все лутал уже, да? А то хорош. Не исключено, что он просто от кровотека погиб. Глюкос. Да я тут вычистил все. А тут вычистил все. Глюкос. О, пачки. И зубной пасту чуть не забыл. Ну, не сказать, что прям супер-дупер. Но нормально. Вполне себе нормально. Лук имеем. Теперь можно и на выход. Расследование проведено. О, работает. Зашибись. Зелёный факел сигнализирует о рабочем выходе. 20 минут на то, чтобы заложить Wi-Fi камеру. Но мы её заложили быстро. Дальше уже вопрос, так сказать, шкурного интереса пошёл. До 30 уровня мне не хватает 3 800 с копейками опыта. Так что в следующем выпуске, пожалуй, вкачаем. Достигнув 30 уровня, мы перейдём к следующему уровню лояльности у механика. Что позволит мне построить генератор. На этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Всем приятной игры. Удачи. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова